Здравствуйте! Вы смотрите еженедельную информационно-аналитическую программу «Взгляд с экрана». Дай пять! В Саратове снова могут повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Строится мост – наше время. Один из символов Саратова снова требует ремонта. С огоньком. Кто и как защищает от пожаров саратовские леса? В Саратове снова могут повысить стоимость проезда в общественном транспорте. Ожидается, что билет в автобусе подорожает минимум на 5 рублей. Сейчас в СМИ называются самые разные суммы. Стоимость проезда варьируется от 28 до 30 рублей за одну поездку. Год назад в областном центре тарифы на проезд сделали нерегулируемыми. Это значит, что для их изменения больше не требуется лишение властей. Перевозчик обязан за 180 дней известить о своих намерениях муниципалитет и граждан. Что, по данным наших источников, и было отчасти сделано. Официальные лица держались до последнего. Информацию не подтверждали, но и не опровергали. Вот два комментария саратовского мэра Михаила Исаева. Одно записано в среду, другое в четверг, 8 августа. Обращение и сама процедура, она подразумевает ряд этапов и обязательных мер. Мы сейчас изучаем и сами мониторим, насколько они выполнили тот необходимый минимум, который касается тарифов. И к моменту, когда мы соберем вот это обсуждение, мы вам все расскажем, чтобы не быть голословным. Потому что там не просто так, вот я тебе сказал, что я повышаю тариф. Там есть целая процедура. Мы сейчас мониторим вот эту неделю и в принципе мы там в понедельник или во вторник планировали собрать и поговорить на эту тему. Потому что даже не вопрос повышения, а вопрос обоснованности на такой скачок и так далее. Там много вопросов. Уважаемые саратовцы, хочу сделать заявление относительно обсуждаемой темы на сегодняшний день в социальных сетях о повышении тарифа на проезд в общественном транспорте. Да, на сегодняшний день в Комитет дорожного хозяйства обратилось 5 перевозчиков о повышении тарифа на проезд. Это второстепенные маршруты и автобусы малой вместимости. Моя жесткая позиция. Оснований повышать тариф на сегодняшний день нет. Во-первых, перевозчиками не соблюдены процедуры, прежде всего информирования пассажиров о том, что они планируют поднять тариф. Второе. Мы не видим экономической обоснованности повышения тарифа. Хочу напомнить, что буквально несколько месяцев назад произошли конкурсы и тот тариф, который был в городе, перевозчиков, которые выставлялись на эти конкурсы, устраивал. Прошло несколько месяцев, поэтому такого резкого повышения мы не видим. Со своей стороны, мы намерены обратиться в Уфас и Угадан об основанности планируемых действий данными перевозчиками. Как и планировали, в начале следующей недели мы соберем круглый стол со всеми федеральными, региональными структурами, горожанами, перевозчиками, где будем обсуждать эти темы, но наши аргументы на сегодняшний день такие, которые я озвучу. Сказанное городоначальникам отнюдь не означает, что тарифы повышены не будут. А что произойдет, если перевозчики завтра развесят в транспорте объявления о росте цен на проезд, то есть проинформируют о предстоящем событии населения? И стоило ли тогда вводить нерегулируемые тарифы, чтобы сейчас пожинать плоды народного негодования? Сторонники повышения цен на проезд, как правило, ссылаются на опыт других регионов, но у соседей пассажиры давно платят больше. Отчасти это действительно так, но и качество услуг во многих городах разительно отличается от саратовского. Начнем с продвинутой Казани. Здесь билет на одну поездку в любом виде транспорта стоит 27 рублей. Для жителей и гостей столицы Татарстана есть масса различных проездных тарифов. Платить в транспорте можно с помощью многофункциональной карты. Депозит на нее составляет 50 рублей, но она делает проезд в транспорте всего на 2 рубля дешевле. К примеру, за 2,5 тысячи можно сколько угодно раз в месяц ездить на автобусах, трамваях или троллейбусах, плюс за эту цену положено 50 поездок на метро. Если вам нужно пересесть с одного транспорта на другой, то придется покупать билет еще раз, даже если у вас есть транспортная карта. Скоростной трамвай, о котором мы только мечтаем, в соседнем Волгограде появился еще в советские времена. В городе Герои две линии этого вида транспорта обслуживают почти 50 миллионов пассажиров в год. С января 2019 в Волгограде установлены новые тарифы на проезд. Цена варьируется от 20 до 30 рублей в зависимости от вида транспорта и маршрута. Платить за проезд горожане могут с помощью специальной транспортной карты «Волна». С ней стоимость билета уменьшается. А еще такая карта, к примеру, дает возможность в течение часа пользоваться всеми видами транспорта. Количество пересадок при этом не ограничено. О таких возможностях саратовцы пока могут только мечтать. Нам тоже обещали подобную карту примерно год назад, но с тех пор о ней молчок. С нового года стоимость проезда выросла и в Самаре. Теперь за наличные стоимость билета в метро, на автобусах, трамваях и троллейбусах составляет 28 рублей. Единую безлимитную транспортную карту пассажир может приобрести за 1800. Это на муниципальных маршрутах. По аналогии с Волгоградом, у самарцев есть возможность расплачиваться транспортной картой. Только принимают ее не везде. Да и преимуществ по стоимости проезда она пока не дает. А вот коммерческие маршрутки у наших соседей увеличивали цену билета в этом году дважды. В январе до 30 рублей, с июля до 35. Последнее повышение вызвало справедливое негодование самарцев. Но пока дальше петиции в интернете, которую поддержали почти 5000 человек, дело не пошло. В отличие от Пензы, где июльское подорожание вывело людей на улицы. Правда, последнюю протестную акцию активистам не согласовали. Будете мешать прохожим, сказали в мэрии заявителям. У соседей тоже нерегулируемые тарифы. Перевозчикам для изменения цены достаточно лишь оповестить об этом контролирующие органы. С ценами на проезд человек незнакомый с местными реалиями, так сходу и не разберется. Есть дневные расценки до 21.00. После стоимость билета увеличивается от 3 до 5 рублей. Но в целом за проезд платят больше, чем в Саратове. За 23 рубля можно проехать только по 3 маршрутам. На остальных дороже. Максималка 33 рубля. А вот в Воронеже пассажиры по-прежнему платят за проезд 17 рублей. Перевозчики не раз ставили ультиматум власти и, похоже, своего добились. Осенью повышение произойдет. Осталось выяснить цену вопроса. Общее место для многих городов – качество подвижного состава. Саратов известен как прибежище автохлама из Европы. Сегодня любой желающий может посмотреть, кто и на чем ввозит пассажиров в областном центре. Все данные в абсолютно открытом доступе в сети. Видно, что на большинстве так называемых «жирных» маршрутов трудятся «мерседесы», выпущенные в 80-90-х годах. Вот этому старичку уже пошел четвертый десяток. Новый транспорт закупается, но в основном речь идет об автобусах малой и средней вместимости. Наверное, оттого горожане негодуют от очередных новостей о повышении стоимости проезда. Ну стоит 23, ну бог с ним, пускай стоит 23. Но 28 куда? Было-то 18 же, ну на 5 рублей подняли. Нет, нет, не дай бог, если это будет. Пенсии маленькие у людей, зарплаты маленькие, очень маленькие. Уже сейчас дорого. А если еще повысить, то далеко не всем это доступно. Чтобы сами порезть поднимали. Вот как раньше, один раз подняли, достаточно долго не поднимались. Я в данный момент уже достаточно давно проживаю в городе Москва. Я сейчас просто приехала в гости в Саратов. Если честно, я, мягко говоря, просто шокирована. Потому что цены в Москве на метро порядка 32 рублей, это если по абонементу. У меня же город в районе 40 рублей. И просто соизмеримость зарплат саратовских и московских, она просто не соизмерима. Не повышать, как минимум. Как минимум не повышать. То есть повышение это, ну... То есть 23 это максимально, да? Да, не больше, это точно. Тем временем в сети набирает популярность петиция против повышения стоимости проезда в Саратове. Обращение к городским властям опубликовано на ресурсе Change.org. На момент записи нашей программы его подписали почти полторы тысячи человек. Мост Саратов-Энгельс снова будут ремонтировать. Последний раз один из самых узнаваемых символов региона обновляли пять лет назад. В этом году удалось найти средства на продолжение работы. Теперь специалисты займутся подводной частью моста, который в следующем году отметит очередной юбилей. Ему исполнится 55. Кстати, в свое время на строительство объекта государство потратило более 250 миллионов тогда еще советских рублей. Несмотря на то, что работы велись в несколько смен, а на объекте трудились около двух тысяч человек, стройка растянулась на семь лет. Это на пять больше, чем планировалось изначально. Как говорят, трехполосным мост стал в целях экономии. Плоды этого недальновидного решения автомобилисты Саратова и Покровска пожинают уже в наши дни. Да и один из главных вопросов в преддверии нового ремонта – будет ли закрываться движение по мосту, как это было в 2014 году. Ни одну достопримечательность города не фотографируют так часто, как главный Саратовский мост. Сегодня более чем полувековая история этого ветерана мостостроения обросла легендами. Согласно одной из них, еще при Николае II впервые заговорили о строительстве моста. А вот деньги в размере 266 миллионов рублей на его сооружение нашлись уже при советской власти. Проект моста, разработанный инженером Витольдом Иадзевичем, был готов еще в 1958 году. На тот момент самый длинный в Европе – около трех километров. И почти целиком из железобетона мост еще до своего появления считался уникальным. Каждый решетчатый пролет, так называемая «птичка» весом 2600 тонн, требовала ювелирной точности от строителей. Вот, значит, грузили здесь, кран был огромный. На плавучей опоре. Вывозили его сюда вот по этому, вывозили его сначала, понимаете. А потом поднимали кран и встали на опорные, на понтоны. И ехали. Только надо знать, какой это самое, чтобы было точно, чтобы за 12-10 сантиметров выше опоры. А если ниже будет, ты не поставишь. К тому же, мостостроители не раз рисковали. К примеру, зимой, подвозя материалы по льду, запросто могли провалиться в воду вместе с машинами. Возводился Саратовский мост почти шесть лет. В самый разгар работы режиссер Олег Ефремов даже снял художественный фильм «Строится мост». В кадре рядом со звездами кино Людмилой Гурчин, коллегом Далем, Галиной Волчик оказались реальные мостостроители и горожане. Какая высота здесь? Высота? Да, старшой, я б тебя на улице ни за что не признал. А высота? Высота 40 метров. Я говорю, хорошо бы нам с Валентиной сына. Она не хочет. Белезная, понимаешь, трудновато. Сколько вековина? Какая? Вот. Это. А, пролет-то? 800 дон. Слушай, ты наших никого не видал? Нет. А это что, бетон? Бетон, бетон, напряженный бетон. Впервые встретиться на середине открытого моста жители Саратова и Энгельса смогли 10 июля 1965 года. Но уже через 40 лет построенный на века Саратовский мост, рассказал нам доктор технических наук Игорь Овчинников, почувствовал себя плохо. А все потому, что научная идея о долговечности железобетона, из которого создавалась конструкция, не получила подтверждения, а попросту лопнула. Так вот, железобетонный мост. Он просуществовал уже довольно длительное время. В мире за это время поняли, что железобетон не вечный материал, и он довольно быстро может разрушаться. Причем, если конструкция предварительно напряженная, то схема его разрушения не всегда понятна. Есть мосты, которые через год падают, есть через 20 лет, есть долго стоят. Если вы меня спросите, вот этот мост, как долго он простоит, я скажу, не знаю. Мне могут задать вопрос, а вот мы отремонтируем его. После этого, как он будет стоять? Опять-таки скажу, не знаю. Потому что инженеры, которые будут выполнять работу, они могут гордо сказать, простоит 15, 20, 30 лет. Это, как говорится, оптимизм незнающего человека. Дело осложнялось еще и тем, что за энтузиазмом советских строек и досрочной сдачей объектов нередко скрывались недочеты. Саратовский мост не стал исключением. Оказалось, что хотя в 65-м году мост был принят отлично, на самом деле там 5 написали, а в уме было 4 или 3. То есть, оказывается, одна часть моста чуть выше другой. У поверхности моста не совсем ровная, а на неровную поверхность, когда уложишь покрытие, оно будет повторять эти неровности. У дорожников есть любимый термин – отраженные трещины. Это когда все дефекты, неприятности снизу через проезжую часть проходят наверх. Словно человеческий организм, Саратовский мост пережил времена расцвета, но с течением времени стал испытывать перегрузки и, как следствие, утратил прочность. Диагноз не заставил себя долго ждать. Так называемое охрупчивание арматуры, грозящее, по мнению экспертов, внезапным обрушением, поставило на повестку дня срочный ремонт. Полмиллиарда федеральных денег позволили в 2014-м отремонтировать верхнюю часть моста, заменить дорожные покрытия и тротуары, отремонтировать деформационные швы, обновить, где необходимо, бордюры и перила. Но старичок в новом пиджаке, так как крестили обновленный Саратовский мост в одном из научных журналов, не избавился, по мнению генерального директора Института, проект-мост-реконструкция Виктора Морозова, от своих возрастных изменений. Не стоит забывать о том, что мост, он не вечен. Это железобетонные преднапряженные конструкции, которые в целом для моста строения как бы не показали тех запланированных показателей, которые были изначально предполагались. То есть сто лет прослужить такому мосту крайне-крайне сложно. Мы знаем, что габариты его также не соответствуют современным нормативным требованиям по пропуску транспорта. Агломерация растет. Мы имеем один створ, одну переправу через Волгу, что, естественно, ненормально. Такие переходы должны быть расположены для того, чтобы пересекать препятствия водные, которые разделяют агломерацию, как минимум на расстоянии 2,5-3 километров. Мы сегодня имеем одну единственную переправу. Это 2,5 полосы движения на миллион сто с лишним тысяч жителей. Это ненормально. То есть как минимум должно быть 6-8 полос на сегодня. В 2014 году отремонтировали проезжую часть. Все нормально. Правда, я все время Чурикову, министру, говорил, мы не мост отремонтировали, мы только проезжую часть отремонтировали. Поэтому говорить о том, что вот мы отремонтировали мост и кричать об этом, ну, у политиков своя точка зрения на то, что сделано. Они всегда перед народом любят рассказать гораздо больше, чем сделано на самом деле. Предстоящий ремонт Саратовского моста, считают специалисты, наконец-то доберется до тела больного и коснется его внутренней подмостовой части. Но для начала необходимо привести в порядок смотровые ходы и дообследовать проблемные участки. Сейчас речь идет о том, чтобы продолжить ремонт в той части, которая невидима пользователям этого моста, то есть подмостовое пространство. Подмостовое пространство, по сути дела, касается ремонта опор. Есть приличная часть опор, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Это связано с тем, что опоры обводнялись через разрушенные деформационные швы, обводнение привело к разрушению защитных слоев, защитные слои разрушены во многих частях опор, произошла коррозия арматуры. В связи с этим этот ремонт неизбежен. Сложность заключается в том, что все эти работы будут выполняться сплав средств. Поэтому сложность обусловлена, что это все с воды сплав средств. И, соответственно, и на сроки это будет влиять проведение ремонта. В этом году мы сможем, в зависимости от погодных условий, освоить порядка 30 миллионов рублей. И на следующий год запланируется завершение всех ремонтных работ, предусмотренных проектом. По прогнозам, ремонт моста начнется уже этой зимой и займет около года. Закрывать мост не планируют, так как все работы будут вестись с воды. Но главная проблема в том, что ремонт сможет восстановить характеристики моста, заложенные в проекте более чем полувековой давности. А поэтому увеличить грузоподъемность, отвечающую современным требованиям, увы, не удастся. Эти обстоятельства заставили специалистов говорить о строительстве еще одного моста через Волгу. Согласно проекту, он будет снимать нагрузку с уже существующих, а также работать на подхвате во время реставрации. Заявлено также, что, возможно, мост будет платным и пройдет вблизи Казачьего острова. Полыхающая Сибирь заставила снова обратить внимание на проблему российских лесов. Многие регионы сталкивались с проблемами природных пожаров. Беда не обходила стороной и Саратовскую область. Даже сейчас, согласно онлайн-карте пожаров, на территории региона зафиксировано 5 очагов возгорания. Как местные власти обеспечивают сохранность лесов? Кто отвечает за ликвидацию возгораний? А главное, какая работа ведется для того, чтобы минимизировать шансы на возникновение лесных пожаров? Ответы на эти вопросы отправилась искать наша съемочная группа. К сожалению, сейчас леса, что вдали от областного центра, что в непосредственной близости, встречают нас отходами жизни деятельности человека. По периметру сплошные свалки. Сюда теперь выносят весь ссор из избы, а редкие виды выживших насекомых в панике разбегаются при виде непрошенных гостей, чтобы не оказаться под колесами автомобилей. Разувайся, всяк сюда входящий! Хотя без обуви в саратовских лесах можно получить серьезную травму. Под ногами бурелом из давно сгнивших стволов деревьев. Это не дикая чаща в сотнях километров от города, а массив недалеко от объездной Саратова. Бурелом, бытовой мусор и присутствие человека – три столпа начала лесного пожара. Как говорит министр экологии и природных ресурсов региона, обстановка нестабильная. Год он напряженный. Если взять класс пожарной опасности и сравнить его с прошлым годом, то он даже чуть повыше. Но, тем не менее, в этом году у нас по площади в семь раз меньше нагорели мы. Но благодаря тому, что все-таки оперативно реагируют лесхозы. Если взять по количеству, в этом году 34 пожара, в прошлом году было более 60. По площади 182 гектара, в прошлом году это было 1200. Леса Саратовской области – это 670 тысяч гектаров. Все они являются защитными и имеют экологическую направленность – сохранять почву от различных видов эрозии. При этом именно промышленных лесов в регионе нет. Пожарная безопасность – зона ответственности лесхозов. Павел Жомер возглавляет Визовский совсем недавно. Ведет к настоящему музею под открытым небом. Из этих экспонатов исправны всего два трактора. А это уже местный гараж. Несколько дней назад сюда все же привезли новую технику. Поступил трактор на базе Беларуси МТЗ-82-1. Тоже для опашки минполос, то есть за уходами лесов от пожаров. Вот пока в этом году поступило две техники. Это у нас лесопатрульная машина, старая еще. Два пожарных автомобиля, которые на ходу, в полном исправе. Но это пока старая техника. Ну это старая техника, но она исправная, в хорошем состоянии. И, наконец, мечта любого лесхоза – малый лесопатрульный автомобиль на базе УАЗика. Для штатов 16 человек – главная боевая единица на случай пожара. Он полностью укомплектован емкостью, двумя помпами высокого давления. Также инвентарем бензопилой, вустуходувкой, лопаты, топоры, ранцевые огнетушители, донкрат, лебедка и принадлежности защиты. Как говорят в Министерстве экологии и природных ресурсов, новую технику для поддержания лесов не закупали последние лет 30. Сейчас новые образцы на сумму в 96 миллионов поступили во все лесхозы. Они куплены на федеральные средства в рамках нацпроекта. Заместитель председателя правительства Роман Бусаргин, комментируя пожарную обстановку, пояснил, что пока справляются без привлечения сил МЧС. В сегодняшний момент те пожары, которые у нас были на территории Саратовской области, вот это небольшое количество, они не носили серьезный класс. И поэтому пожар, тушение пожаров осуществлялось силами лесхоза, соответствующими и пожарными частями, находящимися на балансе Саратовской области. Но с другой лесной проблемой пока не справляются. Геморрагическая лихорадка перенесла на больничные койки сотни людей, а ее повторную вспышку ожидают и осенью. А это не только сезон грибов. Сейчас в области 160 закрепленных охотничьих угодий на 92 юридических лица. А общедоступных территорий всего 47 процентов. Но общее количество копытных привлекает в леса массу любителей настоящей дичи. На сегодняшний день численность копытных животных стабильна. Отмечается рост численности по косуле и лосю. Что касается кабана, то его численность поддерживается на довольно низком уровне в связи с африканской чумой свиней. Численность лося оценивается в районе 5000 голов. Косуля 15,5 тысяч голов. Олени где-то в районе 1500-2000. Что касается лесных завалов и непролазной чащи, профильный министр списывает это на человеческий фактор по части законодательства и развития цивилизации. То и потребность в дровяной древесине с тех пор, как у нас область стала газифицированной, в общем-то она резко сократилась. Просто раньше леса были гораздо чище из-за того, что и дровяная древесина вся выбиралась. И в общем-то не было столько сухой травы, потому что много было, скажем так, и частного, и общественного скота. В общем-то сенокосы выкашивались, даже часть травы, пастбище выбивали. Сейчас вот есть такая проблема. Поэтому плюс еще раньше мы проводили лесовосстановительные так называемые рубки. Сейчас они, к сожалению, запрещены. Сейчас такое внимание к защитным лесам, ну оно очень, я бы сказал, даже, наверное, лишнего. То есть, в общем-то запретили лесовосстановительные рубки. А само слово лесовосстановительное, оно говорит о том, что они направлены на восстановление леса. В любом случае, статистику лесных пожаров, озвученную министром в начале сюжета, может изменить сентябрь и октябрь – самые напряженные периоды. Ведь пожары тоже по осени считают. На этом все. Встретимся через неделю. Надеюсь, она подарит нам массу интересных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова